Михаил Зоченко Рассказ называется «Калоши и мороженое». Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я его и сейчас люблю, но тогда это было что-то особенное. Так я любил мороженое. И когда, например, ехал по улице мороженчик со своей тележкой, мне прям начиналось головокружение. До того мне хотелось покушать то, что продавал мороженчик. И моя сестренка Леля тоже исключительно любила мороженое. И мы с ней мечтали, что вот, когда вырастим большие, будем кушать мороженое не менее как три, а то и четыре раза в день. Но в то время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине она не давала нам денег на мороженое. И вот однажды летом мы с Лелей гуляли в нашем саду. И Леля нашла в кустах калошу. Обыкновенную резиновую калошу. Причем очень ношеную, рваную. Наверное, кто-нибудь бросил ее, поскольку она разорвалась. Вот Леля нашла эту калошу и для потехи надела ее на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой. Вдруг по улице идет тряпичник. Кричит, покупаю бутылки, банки, тряпки. Увидев, что Леля держит на палке калошу, тряпичник сказал Леле, «Эй, девочка, продаешь калошу?» Леля подумала, что это такая игра. И ответила тряпичнику, «Да, продаю, сто рублей стоит эта калоша». Тряпичник засмеялся и говорит, «Нет, сто рублей – это чересчур дорого за эту калошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее две копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями». И с этими словами тряпичник вытащил из кармана кошелек, дал Леле две копейки, всунул нашу рваную калошу в свой мешок и ушел. Мы с Лелей поняли, что это не игра, а на самом деле. И очень удивились. Тряпичник давно уже ушел, а мы стоим и глядим на нашу монету. Вдруг по улице идет мороженщик и кричит, «Земляничное мороженое!» Мы с Лелей подбежали к мороженщику, купили у него два шарика по копейке. Моментально их съели и стали жалеть, что так задешево продали калошу. На другой день Леля мне говорит, «Минька, сегодня я решила продать тряпичнику еще одну какую-нибудь калошу». Я обрадовался и говорю, «Леля, разве ты опять в кустах нашла калошу?» Леля говорит, «В кустах больше ничего нет». «Но у нас в прихожей стоит, наверное, я так думаю, не меньше пятнадцати калош. Если мы одну продадим, то нам от этого худа не будет». И с этими словами Леля побежала на дачу и вскоре появилась в саду с одной довольно хорошей, почти новенькой калошей. Леля сказала, «Если тряпичник купил у нас за две копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту, почти что новенькую калошу он, наверное, даст не менее рубля, воображая, сколько мороженого можно будет купить на эти деньги». Мы целый час ждали появления тряпичника. И когда мы, наконец, его увидели, Леля мне сказала, «Минька, на этот раз ты продавай калошу». «Ты мужчина, ты с тряпичником и разговаривай, а то он мне опять две копейки даст, а это нам с тобой чересчур мало». Я надел на палку калошу и стал махать палкой над головой. Тряпичник подошел к саду и спросил, «Что, опять продается калоша?» Я прошептал, чуть слышно, «продается». Тряпичник, осмотрев калошу, сказал, «Какая жалость, дети, что вы мне все по одной калоши не продаете. За эту одну калошу я дам вам пятачок. А если бы вы продали мне сразу две калоши, то получили бы двадцать, а то и тридцать копеек». «Поскольку две калоши более нужны людям, и от этого они подскакивают в цене». Лиля мне сказала, «Минька, побеги на дачу и принеси с прихожей еще одну калошу». Я побежал домой и вскоре принес какую-то калошу очень больших размеров. Тряпичник поставил на траву эти две калоши рядом и, грустно вздохнув, сказал, «Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. Одна калоша дамская, другая с мужской ноги. Рассудите сами, на что мне такие калоши?» «Я вам хотел за одну калошу дать пятачок, но сложив вместе две калоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Получите за две калоши четыре копейки, и мы расстанемся друзьями». Лиля хотела побежать домой, чтобы принести еще что-нибудь из калош, но в этот момент раздался мамин голос. Эта мама звала нас домой, так как с нами хотели попрощаться мамин и гости. Тряпичник, видя нашу растерянность, сказал, «Итак, друзья, за эти две калоши вы могли бы получить четыре копейки, но вместо этого получите три копейки, поскольку одну копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми». Тряпичник галлили три монетки и, спрятав калоши в мешок, ушел. Мыслили моментально, побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями, с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей. Вдруг тетя Оля сказала, «Что за странность? Одна моя калоша тут под вешалкой, а второй почему-то нету». Мыслили, побледнели и стояли, не двигаясь. Тетя Оля сказала, «Я великолепно помню, что пришла в двух калошах, а тут сейчас только одна, а где вторая неизвестна». Дядя Коле, который тоже искал свои калоши, сказал, «Что за чепуха в решете?» «Я тоже отлично помню, что пришел в двух калошах». Тем не менее, второй моей калоши тоже нету. Услышав эти слова, Леля от волнения разжала кулак, в котором у нее находились деньги, и три монетки по копейке со звоном упали на пол. Папа, который тоже провожал гостей, спросил, «Леля, откуда у тебя эти деньги?» Леля начала что-то врать, но папа сказал, «Что может быть хуже вранья?» Тогда Леля заплакала, и я тоже заплакал. И мы сказали, «Продали тряпичнику две калоши, чтобы купить мороженое». Папа сказал, «Хуже вранья – это то, что вы сделали». Услышав, что калоши проданы тряпичнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядь Коля тоже зашатался и схватился рукой за сердце. Но папа им сказал, «Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля, я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без калоши. Я возьму все Лелина и Менькины игрушки, продам их тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые калоши». Мы с Лелиной заревели, услышав этот приговор, но папа сказал, «Это еще не все». «В течение двух лет я запрещаю Леве и Меньке кушать мороженое. А спустя два года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю». В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал тряпичника и продал ему все, что мы имели. И на полученные деньги наш отец купил калоши тети Оля и дяди Коли. И вот, дети, с тех пор прошло много лет. Первые два года мы с Лели действительно ни разу не ели мороженого, а потом стали его есть и всякий раз, кушая, невольно вспоминали о том, что было с нами. И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый и даже немножко старый, даже и теперь, иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз по детской своей привычке думаю, а заслужил ли я это сладкое? Не соврал ли и не надул ли кого-нибудь? Сейчас очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются целые огромные фабрики, в которых изготавливают это приятное блюдо. Тысячи людей, даже миллионы, кушают мороженое. И я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое. Следующий рассказ Михаила Зощенко называется «Не надо врать». Я учился очень давно. Тогда еще были гимназии. И учителя тогда ставили в дневнике отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл от пятерки до единицы включительно. А я был очень маленький, когда поступил в гимназию приготовительный класс. Мне было всего семь лет. И я ничего еще не знал, что бывает в гимназиях. И первые три месяца ходил буквально как в тумане. И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение. Весело сияет месяц над селом, белый снег сверкает синим огоньком. А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, что сказал учитель. Я не слышал, потому что мальчики, которые сидели позади, то шлепали меня книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то дергали меня за волосы. И когда я от неожиданности вскакивал, подкладывали под меня карандаш или вставочку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и даже обалдевший. И все время прислушивался, что еще замыслили против меня сидевшие позади мальчики. А на другой день учитель как назло вызвал меня и велел прочитать наизусть заданное стихотворение. А я не только не знал его, но даже не подозревал, что на свете есть такие стихотворения. Но от робости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих стихов. И совершенно ошеломленный стоял за своей партой, не произнося ни слова. Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти стихи. И благодаря этому я стал лепетать то, что они мне шептали. А в это время у меня был хронический насморк. И я плохо слышал одним ухом. И поэтому с трудом разбирал то, что они мне подсказывали. Еще первые строчки кое-как произнес. Но когда дело дошло до фразы «Крест под облаками, как свеча, горит», я сказал «Треск под сапогами, как свеча, болит». Тут раздался хохот среди учеников, и учитель тоже засмеялся. Он сказал «А ну-ка, дай сюда свой дневник. Я тебе туда единицу поставлю». Я заплакал, потому что это была моя первая единица, и я еще не знал, что за это бывает. После уроков моя сестренка Леля зашла за мной, чтобы вместе идти домой. По дороге достал из ранца дневник, развернул его на той странице, где была поставлена единица, и сказал Леле «Лель, погляди, что это такое? Это мне учитель поставил за стихотворение «Весело сиять месть над селом». Леля поглядела и засмеялась. Она сказала, «Минька, это плохо. Это тебе учитель влепил единицу по русскому языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа тебе подарит фотографический аппаратик к твоим именинам, которые будут через две недели». Я сказала, «Что же делать?» Леля сказала, «Одна наша ученица взяла и заклеила две страницы в своем дневнике, там, где у нее была единица. Ее папа послюнил пальцы, но отклеить не мог, и так и не увидел, что там было». Я сказала, «Леле, это нехорошо обманывать родителей». Леля засмеялась и пошла домой. А я в грустном настроении зашел в городской сад, сел там на скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на единицу. Я долго сидел в саду, потом пошел домой. Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад, но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, а потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицей. Я пришел домой и сказал отцу, что потерял свой дневник. И Леля засмеялась и подмигнула мне, когда услышала эти мои слова. На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый. Я развернул этот новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нету. Но там против русского языка снова стояла единица, еще более жирная, чем раньше. И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе. Через два дня учитель, узнав, что у меня нету и этого дневника, заполнил новый. И кроме единицы по русскому языку, он там вывел мне двойку по поведению и сказал, чтобы мой отец непременно посмотрел мой дневник. Когда я встретился с Лелей после уроков, она мне сказала, это не будет вранье, если мы временно заклеим страницу. И через неделю после твоих именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим ее и покажем папе, что там было. Мне очень хотелось получить фотографический аппарат. Я с Лелей заклеила уголки злополученной страницы дневника. Вечером папа сказал, ну-ка покажи свой дневник. «Интересно знать, не нахватал ли ты единиц?» Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница была заклеена. И когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице вдруг кто-то позвонил. Пришла какая-то женщина и сказала, на днях я гуляла в городском саду и там на скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш сын. Папа посмотрел дневник и увидев там единицу, все понял. Он не стал на меня кричать, он только тихо сказал, «Люди, которые идут на вранье и обман, смешны и комичны, потому что рано или поздно их вранье всегда обнаружится. И не было на свете случая, чтобы что-нибудь из вранья осталось неизвестным». я красный, я красный, я красный, как рак, стоял перед папой и мне было совестно от его таких слов. Я сказал, «Вот что, еще один мой третий дневник с единицей я бросил в школе за книжный шкаф». Вместо того, чтобы на меня рассердиться еще больше, папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня на руки и стал меня целовать. Он сказал, «То, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время остаться неизвестным. И это мне дает надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я тебе подарю фотоаппаратик». Когда Леля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в своем уме и теперь всем дарит подарки не за пятерки, а за единицы. И тогда Леля подошла к папе и сказала, «Папочка, я тоже сегодня получила двойку по физике, потому что не выучила урока». Но ожидания Лели не оправдались. Папа рассердился на нее, выгнал ее из своей комнаты и велел ей немедленно сесть за книги. И вот вечером, когда мы ложились спать, неожиданно раздался звонок. Это к папе пришел мой учитель и сказал ему, «Сегодня у нас в классе была уборка и за книжным шкафом мы нашли дневник вашего сына. Как вам нравится этот маленький врун и обманщик, бросивший свой дневник с тем, чтобы вы его не увидели?» Папа сказал, «Об этом дневнике я уже лично слышал от моего сына. Он сам признался мне в этом поступке, так что нет причин думать, что мой сын неисправимый врунный обманщик». Учитель сказал папе, «Ах, вот как? Вы уже знаете об этом?» «В таком случае это недоразумение. Извините, покойной ночи». Я, лежа в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал и дал себе слово говорить всегда правду. Я действительно так всегда теперь и поступаю. Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у меня на сердце весело и спокойно. И еще один рассказ Михаила Зощенко называется он «Тридцать лет спустя». Мои родители очень горячо меня любили, когда я был маленький. И они дарили мне много подарков. Но когда я чем-нибудь заболевал, родители буквально засыпали меня подарками. А я почему-то очень часто хворал, главным образом свинкой или ангиной. А моя сестренка Леля почти никогда не хворала. И она завидовала, что я так часто болею. Она говорила, «Вот погоди, Минька, я тоже как-нибудь захвораю, так наши родители тоже, небось, начнут мне накупать всего». Но, как назло, Леля не хворала. И только раз, поставив стул к камину, она упала и разбила себе лоб. Она охала и стонала, но вместо ожидаемых подарков она от нашей мамы получила несколько шлепков, потому что она подставила стул к камину и хотела достать мамины часики, а это было запрещено. И вот однажды наши родители ушли в театр. А мы с Лилей остались в комнате. И мы с ней стали играть на маленьком настольном бильярде. И во время игры Лиля охнув сказала Минька, «Я сейчас нечаянно проглотила бильярдный шарик. Я держала его во рту, и он у меня через горло провалился вовнутрь. А у нас для бильярда были, хотя и маленькие, но удивительно тяжелые металлические шарики». И я испугался, что Лиля проглотила такой тяжелый шарик и заплакал, потому что подумал, что у нее в животе будет взрыв. Но Лиля сказала, «От этого взрыва не бывает, но болезнь может продолжаться целую вечность. Это не то, что твоя свинка ангина, которая проходит в три дня». Лиля легла на диван и стала охать. «Вскоре пришли наши родители, и я им рассказал, что случилось. И мои родители испугались до того, что побледнели. Они бросились к дивану, на котором лежала Лилька, и стали ее целовать и плакать». И сквозь слезы мама спросила Лильку, что она чувствует в животе. И Лиля сказала, «Я чувствую, что шарик катается там у меня внутри, и мне от этого щекотно, и хочется какао и апельсинов». Папа надел пальто и сказал, «Со всей осторожностью разденьте Лилю и положите ее в постель, а я тем временем сбегаю за врачом». Мама стала раздевать Лилю, но когда она сняла платье и передник, из кармана передника вдруг выпал бильярдный шарик и покатился под кровать. Папа, который еще не ушел, чрезвычайно нахмурился. Он подошел к бильярдному столику и пересчитал оставшиеся шары. Их оказалось пятнадцать, а шестнадцатый шарик лежал под кроватью. Папа сказал, «Лиля нас обманула. В ее животе нет ни одного шарика. Они все здесь». Мама сказала, «Это ненормально и даже сумасшедшая девочка, иначе я не могу ничем объяснить ее поступок». Папа никогда нас не бил, но тут он дернул Лилю за косичку и сказал, «Объясни, что это значит». Лиля захныкала и не нашлась, что ответить. Папа сказал, «Она хотела над нами пошутить, но с нами шутки плохи. Целый год она с меня ничего не получит, и целый год она будет ходить в старых башмаках и в старом синеньком платье, которое она так не любит». И наши родители, хлопнув двери, ушли из комнаты. Я, глядя на Лилю, не мог удержаться от смеха. Я ей сказал, «Лиля, лучше бы ты подождала, когда захворяешь свинкой, чем идти на такое вранье для получения подарков от наших родителей». И вот представьте себе, прошло тридцать лет. Тридцать лет прошло с тех пор, как произошел этот маленький несчастный случай с бильярдным шариком. И за все эти годы я ни разу не вспомнила об этом случае. И только недавно, когда я стал писать эти рассказы, я припомнил все, что было. И стал об этом думать. И мне показалось, что Лиля обманула родителей совсем не для того, чтобы получить подарки, которые она и без того имела. Она обманула их, видимо, для чего-то другого. И когда мне пришла в голову эта мысль, я сел в поезд и поехал в Симферополь, где жила Лиля. А Лиля была уже, представьте себе, взрослая и даже уже немножко старая женщина. И у нее было трое детей и муж, санитарный доктор. И вот я приехал в Симферополь и спросил Лилю, Лиль, помнишь ли ты этот случай с бильярдным шариком? Зачем ты это сделала? И Лиля, у которой было трое детей, покраснела и сказала, «Когда ты был маленький, ты был славненький, как кукла, и тебя все любили. А я уже тогда выросла и была нескладная девочка. И вот почему я тогда соврала, что проглотила бильярдный шарик? Я хотела, чтобы и меня так же, как тебя, все любили и жалели, хотя бы как больную». И я ей сказал, «Лиля, я для этого приехал в Симферополь. Я поцеловал ее, крепко обнял и дал ей тысячу рублей. И она заплакала от счастья, потому что она поняла мое чувство и оценила мою любовь. И тогда я подарила ее детям каждому по сто рублей на игрушки. И мужу ее, санитарному врачу, отдал свой портсигар, на котором с золотыми буквами было написано «Будь счастлив». Потом я дал на кино и конфеты еще по 30 рублей детям и сказал им «Глупенькие маленькие сычи, я дал вам это для того, чтобы вы лучше запомнили переживаемый момент и для того, чтобы вы знали, как вам надо в дальнейшем поступать». На другой день я уехала из Симферополя и дорогой думала о том, что надо любить и жалеть людей, хотя бы тех, которые хорошие. И надо дарить им иногда какие-нибудь подарки. И тогда у тех, кто дарит и у тех, кто получает, становится прекрасно на душе. А которые ничего не дарят людям, а вместо этого преподносят им неприятные сюрпризы, у тех бывает мрачно и противно на душе. Такие люди чахнут, сохнут и хворают нервной экземой. Память у них ослабевает, и ум затемняется, и они умирают раньше времени. А добрые, наоборот, живут крайне долго и отличаются хорошим здоровьем. Вот такие поучительные рассказы для детей и взрослых. Храни вас, Бог, мои хорошие, а я обнимаю всех душой. Субтитры создавал DimaTorzok